Все по-семейному, по-домашнему, да, никто ни в кого ничего не кидает. Вот я предлагаю, сейчас не понравилось кому-то что-то. Хорошо, давайте попробуем по-другому. Александр Леонидович, вот в своей предвыборной агитационной кампании вы в первую очередь стараетесь отразить интересы малоимущих граждан. В связи с этим к вам вопрос. Сколько сейчас стоит буханка хлеба, пакет молока и килограмм картошки? О, как. Картошку свою кушаю, сказать не могу. Хлеб покупаю батона 22 до 26 рублей, черный хлеб там больше 30. Что там еще? Молоко. Ну, так как есть ребенок, молоко покупаю, даже детское могу сказать. Для взрослых 35-40 рублей. Согласитесь, это была заготовка. У вас. Про гибзащиту. Не-не, ориентируется, ориентируется в ценах. Да, абсолютно верно. Что, кого еще интересует? Может, там дорогие автомобили? Не знаю, там собственность за границей. Раз уж у меня микрофон периодически появляется, корреспондент нового региона Филиппович Александра, давайте с вами посчитаем оплату коммунальных услуг, раз уж вы делаете упор именно на ЖКХ. Да. Вот смотрите, я как мать троих детей стараюсь со всей бдительностью следить за цифрами. И в данном случае по городу в августе идет снижение в два раза оплат за ЖКХ, оплаты. Снижение или получение? Снижение. То есть в данном случае я должна со всей силой бежать и голосовать именно за этого человека. Потому что в марте месяца именно в эти же самые два раза некоторые УК по городу поднимали оплату. Не складывается ли у вас впечатление, а мы послушаем ваши комментарии, что это пиар-ход. И УК могли находиться в некотором сговоре с господином Бурковым и таким образом добавить баллов от наивных нас. Я вопрос такой, Бурков всех обманул или что? Нет. Мог ли быть господин Бурков в сговоре с некоторыми УК города Екатеринбурга для того, чтобы заранее, до начала гид-компании, они повысили именно на то количество рублей, так скажем, на которое сейчас снизили. Спасибо большое за вопрос. Мне кажется, вы немножко заблуждаетесь насчет снижения коммунальных платежей в два раза. Да, действительно, ЖКХ «Справедливая Россия» много сделали для того, чтобы снизить за общедомовые платежи, за общедомовые услуги. Убрали статью водоотведения общедомовую, да, снизили, загнали в нормативы и горячую и холодную воду платежи по общедомовке. Причем это сделали не управляющие компании, это сделал президент, который, помните, кричал, что у нас кто-то сошел с ума. После того, как справедливая ЖКХ… Ну, не после того, как я к нему съездил, он кричал намного раньше, да, кричал после того, как мы отвезли ему более 100 тысяч подписей наших екатеринбуржцев, которые были недовольны этой, скажем, стоимостью общедомовых услуг. И в результате президент повлиял на правительство, которое внесло в 354-е постановление правительства России изменения и тем самым снизили платежи с 1 июня. Но, к сожалению, управляющие компании не захотели снижать, да, они начали выставлять там, кто новые строки стал вводить там, за охрану, еще за что-то. Кто-то пересчет за 10-й, за 11-й, 12-й год. Ну, и плюс к этому у нас 1 июля с вами наложилось очередное повышение стоимости коммунальных услуг, при том, что президент как бы не кричал, не стукал кулаком по столу и не требовал всего 6-процентного роста тарифов в стране, да, ежегодно. Он, как бы, ну, логически он сделал правильно с точки зрения экономики, он сказал, тарифы не должны расти больше, чем инфляция. Поэтому 6% и баст. Были заявления, вот, как бы, руководителя страны. Ну, к сожалению, местные власти и губернаторы, и мэрия, они этого не послушались. И повысили тарифы нам в среднем там 15%, от 12% до 19%. Вот и считайте. А то, что касается сговора, ну, это, как сказать, элементы черного пиара. Более того, сегодня, вот, к сожалению, Яков Петровича нет силенно, да, представителя Единой России. Он почему-то как раз заботится об управляющих компаниях и как раз пишет прокуратуру на действия справедливого ЖКХ и домовых советов. Ему не нравится наш подход. На самом деле, к одной вещи, знать правду и требуется управляющих компаний жить по закону. Вот, поэтому тут, наверное, в сговоре быстрее всего мы видим, кто, да, партия власти. Более того, я не знаю, пробовали ли вы, допустим, создавать ТСЖ в своем доме или менять управляющую компанию, вы поймете, что без согласия местных властей вам не дадут поменять управляющую компанию. Как бы вы этого не хотели, это как раз подчеркивает то, что сегодня местные власти просто в доле с управляющими компаниями. На самом деле, я... Понимаете, нельзя, как сказать, заниматься двумя противоположными вещами. Вы можете заниматься или бизнесом, или отстаиваете интересы тех, кому предоставляет этот бизнес услуги. Спасибо. На самом деле, Александр Бурков, как опытный политик, немного слукавил. Я-то знаю, почему он занимается проблемами ЖКХ. Осенью прошлого года его квартиру залила грязная вода и испортила дорогой ремонт. У нас тоже, да. Как снова? Александр Леонидович! Это шутка. Это шутка. Это полежонно, естественно. Это шутка, да. Естественно, это шутка, да. Но так-то в этом есть доля правды. Строитель, который строил дом, меня дважды заливал качественно, по полной программе. Игорь Леонидович, вопрос такого рода, насколько для вас существенно, ну, опять же, вопрос очень технологичный, мнение вашей экспертной команды, вы действительно, вы всегда в теме, то есть мне нравится, вы всегда свободно и уверенно оперируете цифрами, как юрист, скажу, хорошо, очень хорошо владеете нормативным материалом. Вот насколько для вас важно, когда вы выдаете мнение, как политик, как мыслитель, по той или иной проблеме, мнение вашей команды или все-таки ваше мнение является конечным? Вопрос технологичный, об оценке, как вы ее вырабатываете в итоге? Ну, вырабатывается очень просто, оно вырабатывается делом, да, и в большей степени даже эта оценка формируется не моей командой, она формируется народом. И то, что сегодня справедлива Россия, я как кандидат в мэры предлагаю революционные преобразования в системе управления городом Екатеринбурга, это не мое желание, да, не моя идея, это вообще идея и стремление людей. Да, мы сегодня говорим, всю власть нужно передать советам, советам многоквартирных домов. То есть, в чем суть? В том, что люди, которые как бы не хотят смириться с тем беспределом во всех сферах, в сфере ЖКХ, в сфере дорожного строительства, в сфере жилищного строительства, да, которые сегодня не согласны с уровнем жизни в городе Екатеринбурге, с комфортом, с качеством этой жизни, при том, что у нас самый дорогой город, вы согласны? Да, это и продукты питания, это и стоимость квадратного метра жилья и многое другое, в том числе, кстати, Александра, стоимость коммунальных платежей намного выше, чем у соседей и в том числе общественный транспорт. Люди, которые этим недовольны, они как раз и объединяются. Мы выступили только инициаторами, я, Андрей Жуковский, мои коллеги, там, Александр Каравая, Дмитрий Ивонин. Это те люди, которые предложили создать проект «Справедливая ЖКХ» как общественную организацию, она действует с 2010 года, и мы стали людей просто объединять и учить защищать свои права. А в дальнейшем люди, которые самые активные жители того или иного дома, войдя в совет, начиная сегодня решать проблемы ЖКХ, дальше они вынуждены были решать проблемы в вопросах благоустройства, в вопросах озеленения, в вопросах, там, застройки, да. Они пришли к тому, что действительно сегодня житель города Екатеринбурга, он простой человек, он не участвует в управлении города. Именно поэтому я сегодня предлагаю поменять систему управления, поменять систему принятия решений. Вот те домовые советы, которые сегодня созданы и будут еще создаваться новые, они должны принимать решения действительно в жизни города. Принятие решений, будь то строительство дороги, будь то строительство жилого дома или поликлиники, потому что сегодня советы реально знают, что нужно их двору, что нужно их микрорайону, или дополнительная поликлиника, или дополнительный торговый центр. Поэтому то, что сегодня мы предлагаем, мы предлагаем, что просит народ. Просто мы с ними работаем, и уже не первый год, как я сказал в том же проекте «Справедливая ЖКХ» с 2010 года, и они действительно знают, а что в этом киоске продается. Или мороженое, или все-таки алкоголь по ночам, или наркотики. Вот она система реального местного самоуправления. Им нужно дать контролировать. Более того, те же стоянки, которые сегодня есть, да, ну как ни парадоксально, мы платим братве. Люди в своем доме, в своем дворе, земля, которая должна принадлежать квартирному дому, почему-то облагается данью ребятам со спортивной внешностью. Вот в чем проблема. И сегодня самое главное вообще в компании «Справедливая Россия» и моей, это то, что мы не пытаемся сегодня, как многие политические деятели, менять москвичей на тюменцев, тюменцев там на Уралмашевских, Богоряковских, еще кого-то, да. Вот. Мы говорим, нужно поменять кардинальную систему управления. И то, что папа Анастасии так пессимистичен сегодня, да, ну мне кажется, он немножко лукавит, любя свою дочь. Потому что он никто другой, как историк. Не, вы не лукавит! А воля, он может с любой должности продвигать свои идеи, свои решения, свои желания. Видите, Саша, какой интеллектуальный сегодня диспут? А вы хотели стаканы, помидоры, ну что такое? А вопрос зарплаты отправляешь в компанию? Да вопрос зарплаты, давайте я... Слушайте, да я говорю спасибо, что хотя бы не били. Я хочу вернуть. Можно как-то два слова сказать? Ну, Александр Ильич, мы всегда позиционировали вас как надежду Урала, как будущее. А вы сейчас скатились до какого-то же какого-то... Какому-то городу Екатеринбурга ходите сейчас сказать. Мой друг, ну, прости меня, пожалуйста, но справедливый Управдом это все равно Управдом. Ну, поверь мне, пожалуйста, что людям нужна надежда, нужна перспектива, нужна экономика, нужны бренды города, нужны светлые образы. А ты, Саша, извини, пожалуйста, Александр Ильич, скатился до уровня справедливого Управдома. Ну, так же невозможно. Ну, это же просто ерунда какая-то. Вот давайте посмотрим, вот у меня есть ТСЖ. Я сам живу в ТСЖ. Вот. И я прихожу до собрания ТСЖ. Кроме меня приходят туда 4% жителей нашего ТСЖ. Людям это не интересно. Люди хотят зарабатывать деньги. Люди хотят, чтобы развивалась экономика, чтобы создавался новый образ города. Они хотят заработать миллиарды. А ты им говоришь, давайте сделаем справедливое ЖКХ. Замечательно. Очень обалденно. Но зачем идти для этого в городскую думу? Зачем баллотироваться в мэры? Тем более из депутатов государственной думы. И ты вот такой делаешь, как это, дауншифтинг, да, называется по науке, да? Так. Ой, я все брошу, я ухожу, правдобы. Но это же невозможно, Александр Ильич. Мы боролись за тебя. Мы создавали твой свету образ. Хорошо, Антон Ильич, спасибо. Помнишь, Кот Матроскин? Я выступал в 20 культуре метавургов и говорил, со мной сегодня, приехавший из Москвы, молодой перспективный экономист, который будет двигать Урал вперед, Александр Ильич Бурков. Ты вышел и увидел трех старушек, которые тебя искали. Что? Зачем я сюда приехал из Москвы? Я говорю, они выберут нас с тобой депутатами. Они нас выбрали на следующий день. Но тогда они мечтали о светлом будущем для Урала. Они мечтали о новой экономике. Сейчас ты им говоришь, ребята, вы будете меньше платить по коммунальным платежкам. Ну поверьте, пожалуйста, это, конечно, важная проблема, но не основная. Я не готов понять, что Кот Матроскин, основная проблема, это высокий контроль. Я замолчал, все, я умер, просто несите меня на кладбище, не медленно, я продолжил жизнь зря. Антон Алексеевич, для начала.